Приветствую вас, давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Ситуация такая, пишите вы, с мужем в 17 лет есть ребенок, а в последние 2 года стало чувствовать его отдаление. Далее вы пишите, сама, конечно, виновата скандалами по поводу дружбы с его другом и его женой. Ну, то, что вы ищете виноватых, это, конечно, не есть хорошо. И рано как и то, что вам ваша мама советует что-либо делать в личной жизни своей. То есть что-то типа того, что муж ваш перебесится. Такая вот история не очень правильна, на мой взгляд. Потому что это поиск виноватых, равно как и ожидание того, что мужчина перебесится. Это довольно деструктивная модель поведения, потому что то, что происходит с мужчиной, да, это не какое-то фонтажное, не какое-то стихийное событие. Это его желание, это его неудовлетворенность, это его определенности, которые, очевидно, не могут реализоваться. Ага, с вами. И не могут они реализоваться с вами, потому что вы свои желания как-то подавляете, скорее всего. Ну и, соответственно, мужчина, он, по вашему мнению и по мнению вашей мамы, тоже свои желания должен подавлять. Ну, так как вы их подавлять, в любом случае, это то, что должен делать мужчине. В действительности же ситуация такая, что и вас, и его что-то заставляет так себя вести. И вас что-то заставляет, значит, проявлять ревность. Соответственно, здесь нужно разбираться с тем, что именно. То есть ревность, неуверенность в себе, может быть, страх, одиночество, может быть, те же неудовлетворенные желания, которые у вас уже могут быть. То есть нужно здесь разбираться с тем, почему и как получилась такая история, что, значит, вы, мужи, устраивали скандалы. То есть нельзя просто взять и вытеснить это, сказать, что все, этого нет. Это было бы неправильно по отношению к вам, в первую очередь. То есть если это было, если это было, ну, значит, проблема существует. И закрывать на него глаза как минимум неправильно. Далее. Если вы считаете себя ответственной за то, что с вами произошло, с вами и вашим мужем, если вы считаете, что ответственны за это, то у меня вопрос тогда такой. Вы за это ответственны, но как бы муж все равно он плохой. Муж все равно он не брав. То есть здесь как-то нет причины следственной связи. То есть вы либо понимаете, что какие-то вещи вы сделали неверно, какие-то вещи вы сделали неправильно, как-то это изменяете, корректируете, возвращаете, если угодно, своего мужчину обратно в то состояние, когда он был с вами, ну, когда было все хорошо. И уже тогда можно говорить о том, насколько человек уже сам ответственен за то, что он делает. А если сейчас его поведение является реакционным, если сейчас его поведение является реакцией на ваше поведение, то это можно расценивать его как самостоятельно. Тем более, что два года – это не день, не два и даже не месяц. Вот. Значит, почему скандалили в общем? Как проблему решили сейчас, на сегодняшний день? Представим, сказал мне, что больше меня не любят. Ну, это, наверное, из-за скандала. Потому что, ну, у него с вами связаны только негативные ассоциации. Ну, возможно. Я не говорю, что это так, но возможно. Я думаю, сказал, что не любят. То есть каких-то чувств там теплых, таких сильных у него уже нет. Ну, а месяц назад выяснилось, что у него любовная переписка с женой его друга. Как выяснили, во-первых. Значит, во-вторых, соответственно, можно было бы задать вопрос, что для вас это значит, но вы там дальше об этом и говорите. Поэтому здесь я хочу сказать следующее, что вполне возможно, вполне возможно, я не знаю природу ваших скандалов. То есть, из-за чего вы скандалили, почему вы скандалили. Но я знаю, что если мужчина переписывается с женой друга, то есть, ну, в общем-то, теряет друга, да, то здесь либо у него весьма низкие моральные принципы, то тогда бы вы это уже узнали бы давно. Либо просто она единственная, кто знает его, ну, знает мужчину, знает, чего он хочет, знает, что ему нужно и молит ему это дать. Вот тонкость вся, она именно в этом. И тогда можно говорить о том, что ваш мужчина с этой женщиной переписывается только потому, что она ему дает нечто, в чем он нуждается. И не более того. То есть, он чего-то хочет, а она молит ему это дать. Вот. И все. И все. Знаете, не больше и не меньше. Поэтому, почему вы с учетом того, что ни встреч, ни секса между ними не было, считаете его поступок за измену? Для меня не очень понятно. Почему вы считаете, что мужчина вам изменил? В чем измену? В том, что он имеет любовную переписку? Разве это измену? Не торопитесь ли вы с выводами относительно классификации того, что делает мужчина? Отлично. Ведь, все-таки, измена, измена – это очень серьёзное действие. И серьезное это действие, как для мужчины самого, так и для, понятно, женедрунка. Но если вы расцениваете это как измену, то это еще не позволяет говорить об этом действии как об измене. Потому что вы можете быть здесь не объективны в силу того, что уже устраивали скандалы своему мужу. А так, это не измену. Это просто игра. Человек играет. Человеку хочется, чтобы его воспринимали как мужчину. Но он пытается этого достичь. Чтобы его воспринимали как мужчину. Вы его как мужчину не воспринимаете. То есть у вас с ним постоянные ссоры, скандалы какие-то, да? Вот. А она воспринимает. И именно поэтому он к ней тяготеет. И может быть у него просто страсть, а не любовь. Как вы думаете? Может быть у него просто увлеченность этим. Ну увлеченность этой женщины. А именно потому что вы не даете ему того, что нужно. Того, чего он хочет. И сейчас вы его уже записали в изменнике. Своего мужчину. Не нужно. Не нужно торопиться с этим. Вы всегда успеете это сделать. Вы всегда успеете уйти. Вы всегда успеете записать его в изменнике. Вы всегда успеете обвинить его в изменнике. Это проще всего. Вы сперва попробуете устранить причины, по которым это все произошло. Попробуйте дать мужчине то, что ему нужно. Попробуйте дать мужчине ласку, тепло, надежность. Попробуйте огручить мужчину любовью. Работой в конце концов. И вот уже тогда, если он все равно будет вам изменять, или будет вести любую переписку, вот тогда вы можете считать его изменником. И это будет совершенно справедливо. А пока то, что вы называете изменой, это всего лишь игра. Да, это неприятная игра. Да, это игра, оскорбляющая вас от счастья. Ну, то есть, это игра, принижающая вас, скажем так. Да. Но это не произошло на ровном месте. А значит, у мужчины есть основания, так себя естественно. И вам он не сказал, скорее всего, потому что боялся, что вы его не поймете. То есть, между вами нет доверия. Поэтому, сперва, это доверие надо бы восстановить. А у него потом вести речь о том, изменит ли мужчина или нет. Да, что она разводиться не собирается. Она разводиться не собирается. Мой муж должен мне недавно сказаться, что она разводиться не собирается. То есть, что это так не бросает, и что он ко мне немного что-то еще чувствует. Ну, так вот, вам и нужно работать над отношениями. Вам и нужно работать над тем, чтобы сделать ваши отношения более теплыми, более доверительными и так далее. Знаете, какая штука? Вам и нужно заниматься этими вещами. А не смотреть за его перепиской. А не сидеть за ним или что-то еще. У мужчины сейчас кризис. У него кризис. И в кризисе он может делать вот такие вещи. Другое дело, что почему он не собирается разводиться, если сказал, что вас не любят больше. Это уже, на мой взгляд, вопрос, конечно, такой довольно, ну, серьезный. Потому что, ну, как-никак, это важно очень. Как-никак. То есть, если мужчина говорит, что он не любит. Ну, так, соответственно, пусть тогда и обличает себя в своих словах. А то странная какая-то ситуация получается. Вроде не любит, но в то же время потом что-то еще чувствует к вам. То есть, ну, как-то, вы знаете, как-то непонятно. Ваше, именно ваше состояние отношений неясно. Какое оно между вами. Что между вами происходит. Именно сейчас. Понимаете, вот это вот непонятно. А-а, надо прояснить. Можно не говорить мужу о том пока, что вы знаете о том, что он с кем переписывает. Просто попробовать наладить отношения. Попробовать просто перестать скандали, да, там, больше времени вместе проводить, там, делать что-то для него, стараться для него. Вот. И тогда уже будет видно. Тогда уже будет понятно, можно ли там что-то спасти или нет в отношении. То есть, спешить здесь не стоит. Значит, муж младше меня на три года, я первая женщина в его жизни. Непонятно, для чего это, но кроме того, что вы первая женщина в его жизни. И, возможно, вам тяжело переживать тот факт, что вы стали быть единственной, вы привыкли быть единственной. Ну, опять же, это последствия именно того, что вы скандальны по поводу друг с другом и его женой. Проявили себя неуверенной в себе, и мужчина перестал вам восхищаться. Мамы советуют не разводиться пока, возможно, он перебесится. Нет, если вы не поймете желание своего мужчины, то не перебесится. Значит, я сейчас нахожусь в полном ступоре, потому что прислушивайтесь к маме, нужно было сразу к психологу обращаться. Умом понимаешь, что это измена, это не измена. Ну, вот почему вы решили, что это измена. Изменив раз, изменит и дважды, раз нет любви. Так, ну, во-первых, откуда такие установки? Вообще, откуда такие убеждения у вас? Если мужчина даже вам изменит один раз, то это совершенно не факт. Совершенно не факт. Что будет здорово. Почему? Потому что изменив, мужчина может подать для себя. Что вы очень ценны для него, что вы очень важны для него, и что он хочет с вами быть. Да, это очень жестокое понимание. Это очень жестокое знание, я с вами согласен. Я не оправдываю. Но я говорю о том, что измена может быть разумом. Она может быть разумом. Поэтому здесь я рекомендовал бы вам все-таки как следует разобраться со своими установками. Откуда они у вас? Какие эти установки? Ну, вот. Почему они у вас такие и такие? Вот. Что вы сразу-сразу человека, значит, приписали в изменники. Вот. И мало того еще говорить, что если изменил, значит, изменит еще раз. То есть вот, ну, понимаете. Вот именно с этими установками я бы начал работать прямо в первую очередь. То есть откуда и почему у вас такие мысли? Всегда ли они были или появились там, ну, в результате чего-то, какого-то опыта, каких-то знаний и так далее? Вот. Дальше. Сердце не дает его отпустить, так как все еще сильно его люблю. А, простите, а как проявляется его любовь? Ой, ваша любовь как проявляется? Что вы скандалите? Это любовь. Или что вы в изменнике его записали? Может быть, это любовь. Как проявляется? Как проявляется ваша любовь? Именно ваша любовь как проявляется? Это важно. Очень важно. По вашему описанию сделать заключение, что вы его любите, я не могу. Потому что о его желаниях, о его потребностях вы не думаете. О том, чего он хочет, ну, вы не думайте, по крайней мере, я этого не увидел. И где здесь любовь? И что в вашем понимании любовь тогда? Понимаете? Вот с этим, с этими моментами можно разобраться. Обязательно. Иначе искажения происходят. Как поступить? Значит, поступать вам нужно в следующем образом. Значит, во-первых, муч никакой не изменит. Вести себя с ним. Так, как будто он изменит. И считать его изменником. Это, ну, значит, обвинять его. Да, он поступает, поступает нехорошо. Но это еще не измена. Своё поведение вам нужно откорректировать так, чтобы у мужчины не было поводов с вашей стороны. Самый изменяет. Он не хотел ходить на Лего. Он вообще никуда не хотел ходить от вас. Сможете это сделать? Сможете это устроить? Сможете это устроить? И будете так делать. То вот, сделав это, вы уже можете говорить, разлюбил вас, мужчина или нет. А пока, пока, я не думаю, что вы можете говорить о том, что он плохо поступил, потому что вы поступили тоже не очень хорошо. Разрушить семью успеете всегда, это не сложно. А вот сохранить семью – попробуйте. Это достойно уважения. Поэтому, если вы любите его, его мужа, действительно, то торопиться с разводом и с разрушением семьи и с обвинениями его в измене, вы не будете. Конечно, это ваше право. И вы можете делать все, что угодно. Вопрос в том, чего вы хотите. Если вам хочется, чтобы у вас все было хорошо. Если вам хочется, чтобы ваша семья была полной, если вам хочется исправить, то это требует работы, это требует усилий, это требует определенных эмоциональных затрат. Если вы готовы, попробуйте. Все реально. Попробуйте. По крайней мере, можете сказать, что сделали все, что смогли. Не попробуйте, будете жалеть. Так как жалейте сейчас о том, что скандально. Вот. Поэтому, если не хотите жалеть, то, соответственно, лучше не продолжать ту линию поведения, которая привела к скандалам и впоследствии к этой ситуации. То есть, ну, посмотрите. Мне кажется, что в отношениях вы занимаете роль такого, знаете, преследователя по отношению к своему мужчине. А зачем? Зачем? Зачем вам эта роль? Для чего вам эта роль? Почему вы преследуетесь? Чего вы боитесь? Ну вот, почему вы боитесь, что заставляет вас его преследовать? Что вы опасаетесь? Вот об этом, наверное, подумайте сперва. А потом уже будете решать. Изменник ваш муж или нет? Если человек не получает от женщины чувство, что он мужчина, да, но при этом понимает, что он не может бросить семью. То он и ищет этого где-то на стороне. Того, чего ему не хватает. Видите? Это нормально. Да, ну, послушайте. Поэтому, сперва я рекомендую вам ответить на вопрос, из-за чего и почему скандалили. Это раз. Второе. Это значит, что сделали, чтобы отдаления не было, да? Что вы сделали, чтобы не было отдаления между вами? Вот. Чтобы муж не отдалялся. Что сделали, чтобы вновь его вернуть? Почему вы считаете, что то, что сделал мужчина, это измена? И почему вы считаете, что если человек изменит один раз, то изменит из народа? И что лично для вас значит измена? А также, что плохого его дружба с другом и его женой? Разве у мужчины не должно быть никакой дружбы? То есть я понимаю, что там, наверное, были перегибы с его стороны, я понимаю. Но перегибы связаны с чем? С его желаниями? С тем, что ему не достает от вас? Или просто перегибы связаны с его, ну, вот, такой моделью построения отношений? Об этом тоже нужно подумать. И если первое, то это понятно, неудовлетворенность. Если второе, то простите. Если второе, то это тогда тип личности, индивидуальность. И вы либо принимаете ее, либо нет. Тогда мы скорее всего знали, что человек такой уже, когда выходили за него замуж. Ну и там более подробно нужно бы раскрыть историю дружбы с его другом и женой-другом. Потому что, ну, довольно непонятно все. То есть ситуация серьезная. Семья на грани распада. А информации не так много. Так что подумайте над этими вопросами. Сформулируйте свою позицию, сформируйте свою позицию более такую четкую, более значимую. И исходя из этого уже будете решать дальше, что делать. Я рекомендую все-таки консультацию с психологом, прежде чем решать, развивать вашу семью или нет. И маму поменьше не исключайте, потому что не перебесится мужчина, не перебесится. Вот. Не перебесится. Это его желание. И ваши желания были тоже скандалить. И пока вы свои желания не услышите и не научитесь правильно, адекватно их реализовывать, эффекта будет недостаточно. И гармоничную семью построить у вас будет очень мало шансов. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!